Ну, да-а-а-а, господи, вылезло, вылезло, блин, говно такое, костлявое, иди давай отсюда, иди давай отсюда свои подштанники подтяни, себе на бошку их натяни и ходи где-нибудь в другом месте. Человек, ты всё-таки пробрался сюда, зря, ухухуха. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и это снова... о, я там краем глаза видел какое-то шевеление, это, наверное, он... Это снова Hello, Sans, Сансет наш, Санса сосед, соседа Санс, если кто вдруг забыл, кто такой Сансет, то это наш Санс, который стал соседом из Hello Neighbor, он где-то тут шкерится, по-моему, но я чётко видел какое-то движение в углу экрана, блин, куда он вообще подевался? Эта игра обновилась? Hello, Sans обновилась, мать её! Санс, ты мешаешь мне... Сансет, точнее, ты мешаешь мне рассказывать зрителям о том, что игра Hello, Sans обновилась. А она действительно обновилась, и я вижу уже как минимум один результат обновления. Сансет стал каким-то дауном, который уходит вообще в непонятных рандомных местах. Раньше он прямо, вот знаете, хвостиком за мной бегал, а сейчас его куда-то шкерит, блин, как бильярдный шар! Твою, теперь он настроился на меня, и добавилась музыка. Ну, блин, это, конечно, слышно, что музыка добавилась, я каждый раз чуть ли не глохну, когда она включается. Что не поменялось? Не поменялось то, что по-прежнему вот этот твой, мой несчастный всратый велик валяется! Козёл, а? Пугает меня, пугает людей тут, люди просто ходят, всего лишь стараются попасть тебе в дом, наворовать у тебя кучу всего, а ты не даёшь. Так, сюда по-прежнему нельзя? Многие думаю, многие думаю, я многие думаю, слушай, что это вход в комнату. Но не все знают, что наш сосед решил нарисовать квадрат Малевича, только вот бумагу не нашёл. А тонну угля для того, чтобы вот это всё накрасить, он нашёл, или, я не знаю, чёрных фломастеров, или краски, мать твою, а бумагу не нашёл. Вот это, сэнсет, ты дуралей, бумага продаётся в канцелярских магазинах. Так, это телевизор, но он ничего не показывает. Хозяин дома забыл повесить антенну. Бывает! А возможно, хозяин дома забыл оплатить кабельное, тоже бывает. Ну, чёрт его знает, всё забыл, всё забыл. Бумагу, где находится, забыл, антенну повесить забыл. Этот переключатель, который не работает. Странно, почему кто-то назвал его грибом? Это сосед, потому что наш человек, который рисует квадраты Малевича у себя на стене, и который забыл повесить антенну, чтобы у него телевизор включился, скорее всего, упарывает с какими-то грибами. Поэтому подозрительно. Знаете, когда видишь хоть что-то похожее на гриб, думаешь, что это дело его рук, и что он грибожор. Вот где манекен? Здесь манекен раньше был. Я не понимаю. Манекена нету. А манекены, между прочим, надо было считать, чтобы пароль узнать. Там в картине есть небольшое отверстие, а там лежит железный ключ от какой-то комнаты. Жаль, что у вас нет магнита. Заперто, похоже, нужен ключ. Ну, тут все по старой... Так, подожди, сюда по-любому нас не пустят сразу же, да? В эту дверь. Нужно отключить защиту, конечно. Все по-старому. Магнит это, знаете, ну, некоторые вещи меняться просто не должны. Магнит это святое. Даже в игре Goodbye My King, которая не является, в принципе, по большому счету, какой-либо, знаете, фан-игрой по Hello Neighbor, и то там магнит был. Хотя там надо было вообще против короля играть, и, по сути, к соседу это большого отношения не имело по сюжету. Так, ну окей. Все, мы украли магнит. Этот придурок опять там шляется по своим полям-лужайкам. Ни хрена вокруг себя не видит. О, расстояние, смотрите. Теперь у меня есть шрифт, который раньше... Раньше у меня, напоминаю, как мне объяснял в комментариях разработчик игры, было написано шесть раз. А раз было написано, потому что у меня какой-то шрифт не отображался, и поэтому не писалось расстояние. Теперь эта проблема поменялась. Но! Проблема поменялась со шрифтом, а с моими кривыми руками проблема ни хрена не поменялась. Я этот сраный фиолетовый ключ никак вытащить не могу. Это такое ощущение, как будто ты принимаешь роды у Арнольда Шварценеггера в фильме «Беременный». Это настолько же сложно, вытянуть это говно. Так, давай еще раз. Оп! Замечательно. Да, если кто не в курсе, Арнольд Шварценеггер действительно когда-то снимался в фильме, где он был беременным. Да, может быть, многие из вас этого не знают, но это так. Видите код до... Погодите. А, ну код доступа это легко, в принципе. Код доступа мы знаем где. Код доступа находится в той коморке. Я туда не сходил пока. О, господи! Да что ж оно так орет-то ни с того ни с сего, и никого нету, главное. Только пуг... А, тут видите, тут он прям написан будет, что ли? Это записка. На ней написано 043. Может, это что-то значит? 043. Так, смотрите, и там перед этим три точки стоят. То есть... Как, escape, да? Да, escape, мы выходим отсюда. То есть, я так понимаю, там было четыре цифры. Или код был три цифры? А, код был три цифры? Так, может, мне уже весь код дали? А, а чё так просто? 738. Да, смотрите, там наверху. Тупо наверху, вот просто наверху экрана подсказка. 738. Наверное, это первая часть кода? Ну-ка, сейчас посмотрим. 738.0.43. А защита отключена? Чувачок, везуха тебе по жизни. Я, знаешь ли, тоже хотел бы, чтобы мне вот так вот какие-то нужные циферки бы над головой. Идёшь там, например, такой в лотерею играть, захотел какие-то циферки вписать. Раз тебе так наверху, там, 4, 5, 2, 8, 9, 7. Ты такой раз и стал миллионером. Чё нет? Мне нравится. Я тоже себе хочу такого вот невидимого божества, которое мне будет указывать. Или кто это тебе сейчас подсказал, я не знаю. Вы заглянули в тумбачку. В тумбачку заглянули. И нашли словарь русского языка, наверное, да? А нет, разумеется, не нашли. Там лежит фиолетовый ключ. Вы его взяли. Ну окей, хорошо, фиолетовый ключ. И он, насколько я понимаю, нужен от подвала. А подвал находится снаружи этого дома, где-то сбоку. Вот, вот как-то так, наверное. Ну, да-а-а, господи. Вылезла, вылезла, блин, говно такое. Кослявый. Иди давай отсюда. Иди давай отсюда свои подштанники подтяни. Себе на бошку их натяни и ходи где-нибудь в другом месте. А где-то... Подождите. Не, он тупо... Наш главный герой тупо сквозь дом проходит. Тут ничего нет. Раньше не так было. Раньше можно было куда-то тут упереться. А... Не, это чё-то нет. Это чё-то нет. Ой! Оказывается, вот в этот дом можно ещё сзади подойти. Для такого маленького сарайчика два входа. Отвали, козёл. Даже не думай об этом. Даже не думай об этом, Козли. А-а-а! Он подумал об этом. Он подумал... А, может, кстати, вот от этого сарайчика ещё посмотреть. Это всё-таки обновление. Может, этот сарайчик уже открыт. Иди отсюда нахрен. Кстати, а где статуя Папайруса? Вот здесь была статуя Папайруса. Почему нет статуи Папайруса? Папайрус мой любимый персонаж. Я... Я выходю на статуи. Оба! Действительно. Действительно сработал. Отлично. Компьютер, да? Ну, поехали. Сейчас будем... З-стрельба, шифт, прыжок. Так, подождите. З-... Ага! Всё, я всё понял. Оп-оп. Так. Ну, это вроде бы должно быть не очень-то и... Или же... Ай-яй-яй! Ай-яй-яй, зараза! Так, надо всё обстреливать срочно-срочно. Эти рожи ещё и приближаются ко мне. Это вот же самое страшное. Сколько их всего? 5, 6, 7, 9... 36! 36 голов Санса! Обычный бэттайм. Там одна голова Санса вот так хватал с головой. Ой, зачем же я сейчас жестикулирую-то, блин? А тут 36. Это бэттайм помноженный. 36-ти кратный, мать его, бэттайм. Зачем? Не надо. Не хочу. Ой, не-не-не, надо справиться. Смотрите, уже больше половины обстреляли, наверное, да? Раз, два. Да чё, это просто. Это просто. Это должно быть не очень сложно, мне кажется. Так, так, так. Вот эту сторону давай полностью. Полностью сейчас. Изрешетим нахрен в... Да ты чё смеёшься? Косёл. Козлы, точнее. 36 улыбающихся костлявых козлов. Что ж вы творите? Блин. Сколько... Сколько позитива на экране, но при этом только... Только нервы тратит. Вот смотрите, 36 сансов решила вымотать мне все нервы. Я точно правильно посчитал? Ну, вроде правильно. Если чё хотите, сами пересчитывайте. Я сейчас не в том состоянии, чтобы считать. Мне некогда. Меня сейчас грохнут. Зараза, там уже рожа приближается очень активно. Просто потом к ней не подобраться. Надо ещё и быстро это делать. Видите? Они... Они всё... Они всё меня прижимают. Прижимают к другому концу экрана. Не к другому концу, а к нижней кромке. Блин, твою мать! К нижней кромке экрана. Они меня всё прижимают и прижимают. Ублюдки. У меня не получается, слушайте. Это же вроде не сложно. Но я в самом-самом конце умудряюсь как-то налажать по-крупному. Причём очень... Причём очень в конце и очень, блин, по-крупному. Так, ещё одна попытка. Ещё одна, мать твою, попытка. Давай. Сейчас давайте сосредоточимся прежде всего на костях. Обстрелять всегда успеем. Есть! Всё-всё-всё там! А-а-а! Зараза! Убей! Убей это говно! Есть! Отлично! Сработало! Это ключ-карта от подвала. Ну... Время пришло. Ой, мы прямо автоматически оказываемся в под... Ну, хорошо. Это мы... Где... Как мы попали сюда? Что это? Подождите. Может, надо поярче сделать монитор? Что это за... Там силуэт какой-то. Его едва-едва видно. Я вот сейчас яркость прям прибавил на максимум. А-а-а... Очень-очень сложно разглядеть. Ну, окей. А, можно с ним заговорить. Прекрасно. Ну да. Это я уже понял. Согласен, чувак. Согласен вообще. Эх. Дай угадаю. Ты думаешь о том, кто я? Есть такое, да. Что-то пришло вот на ум. Ведь так. Если ты так уж хочешь знать, то я... Головка! Ну, так и хочется сказать. Призрак старого читера? Господи Иисусе. Который хотел спасти человека. Но я поступил нечестным путем. Из-за чего игровой код наложил на меня проклятие. Эх. Сансет, что у тебя в подвале за непонятная дичь происходит, а? Где ты взял вот это нечто? Почему он у тебя там хранится? Знал бы ты, что они делали. Ты бы поступил так же. А теперь иди. Все в твоих руках. Я прям как на мотивационном тренинге как он... Все в твоих руках. Что в моих руках? Да блин! Что это такое? Подвал? Ну, значит, теперь меня пустят. Вот сюда вот куда-то, да? О, точно. Сейчас что, будет какая-то битва, что ли? Я... Э, вот эта рамка, она... Она меня смущает. Ну, вот это... Вот это вот. Вот это все. 20. Показатель здоровья какой-то. У-у-у. Человек! Хм! Ты все-таки пробрался сюда. Зря. Ух-ух-уха! Ты... Ух-ух-уха! Это уже его фирменный смех, да? Ты никогда не попадешь внутрь. Потому что я остановлю тебя. Нет! Только не эта музыка! Нет, чувак! Не надо! Не надо! Да что ж это такое-то? Да ну! Ха-ха-ха! Ха-ха! Серьезно, блин! Серьезно! Это вот до такого-то... Я думал, посижу тут, расслаблюсь, загадки по... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! А ну, блин, еще раз! Хаху! Человек! Хм! Ты все-таки пробрался сюда. Зря. Ух-ух-уха! У-ху-уха тебе, блин! Откусил Майк Дайсон ухо! Просто битва так, смотрите. Слушайте, так быстро это сердечко перемещается. Я просто не могу за ним Я не могу поймать эту сраную битву, это сложно Ой, мать твою Слушайте, слушайте Давайте так, давайте мы растянем это на две серии Потому что я чувствую, что я, скорее всего, вот эту битву я буду проходить еще долго Я буду проходить еще, наверное, минимум минут, мне кажется, 15, скорее всего Это сразу так просто не получится Давайте, мне просто еще надо на завтра второе видео записывать У меня времени уже не остается На то, чтобы сидеть и целый час долбиться с этим негодяем-говнюком Поэтому давайте остановимся пока с сансетом Потом в следующей серии добьем, добьем эту заразу Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал Жмите колокольчик, поделиться, рассказывайте друзьям Вступайте в группу в ВК, ссылка внизу в описании И смотри мне, сансет, не лыбься, че ты, че ты лыбу свою тянешь? Это ненадолго, свою самодовольную хмылочку можешь стереть Я тебе все вот так вот в следующей серии Все, всем счастливо, всем удачи, всем пока